Привет, друзья! Многие ли из вас посещают выставки? Вот честно, не думаю, что среди всех найдется большинство вот таких, знаете, прям знатоков искусства. А почему? Почему люди ходят не всегда на выставки? Ну или там, скажем, достаточно редко. Почему? Может быть, слишком классики много, может быть, людям хочется чего-то другого, какого-то другого зрелища. Я вот на минуточку представила, что если бы в наш город привезли работы художников нестандартные, что если привезли бы такие картины, когда вместо холстов был бы другой материал, вместо красок другой материал, а вместо инструментов, с помощью чего наносят те самые нестандартные материалы, тоже другой материал. Вот меня бы это заинтересовало, знаете, вот, ну интрига такая, как еще можно и что в итоге получается? Вот, мне кажется, была бы классная выставка. Поэтому сегодняшний выпуск мы посвящаем таким работам и таким художникам. Итак, чтобы дорого продавать, нужно княгиней стать. Тарина фон Анхальд не только обзавелась титулом, но еще и популярностью, как следствие, шестизначными суммами. Чтобы понаблюдать за процессом, как она создает свой шедевр, нужно заплатить не меньше тысячи долларов. А чтобы купить ее шедевр, ну, возможно, тот, на который вы только что посмотрели, как он создается, нужно заплатить не меньше 50 тысяч долларов. На самом деле в ее работе есть риск, потому что Таринан фон Анхальд создает свои картины с помощью воздуха из реактивного двигателя самолета. На холсте огромных форматов художница просто выплескивает краску, ну, а поток воздуха делает свою работу, он просто разбрызгивает ее. Даже авторскую копию создать невозможно. Почерк, знаете ли, эксклюзивный. Давайте поэкспериментируем. Вот мы попросили Аню Босину тоже создать нечто подобное. Ну, конечно, у нас нет реактивного двигателя самолета. У нас есть обычный компрессор и обдувочный пистолет. И вместо огромнейшего формата мы взяли форматик поменьше. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Итак, сейчас мы сделаем гениальное. Чтобы продавать картины, нужно к процессу подойти со вкусом в буквальном смысле слова. Вот об этом прознал Отман Тома и сделал это буквально. Художник из Багдада вместо красок использует самое вкусное мороженое разных цветов. Его работы похожи на акварельные рисунки. Отман всегда фотографирует готовые картины и туда кладет кусочек мороженого. В знак доказательства, что действительно здесь было... Здесь было мороженое. Посмотрим. Вкус клубники. Вкус банана. Тут все понятно, шоколад? А это что? Упало. А вообще мандаринка. Так, что тут мне дали? Сейчас вот так вот сделаем. Сейчас вот это откроем. О! Сейчас мы подплавим мороженое, чтобы мы могли порисовать. Небо будет вот такое вот розоватое. Думаю, нормально. Глаза будут малинового цвета. Турово-неволого, извините. Мы набираем коричневый цвет. Что-то он застынет. Все гениально, просто. А новое, это хорошо забытое старое. Вот об этом точно знает Джудит Браун. Ее опыт больше 30 лет. У нее очень много всяких различных техник. Но вот в последнее время наиболее популярным она выделяет аппликатуру. Из материалов только одна угольная пыль, а из инструментов ее собственные пальцы. В итоге публике нравится ее работа. Хотя сама Джудит не считает своей работой шедевром. Но если есть заказ, а он практически есть, всегда расписать стены техники аппликатуры, Джудит соглашается. Если нужно расписать потолок, Джудит не отказывается. Если просят продать картину, конечно, какие проблемы? Джудит продает. Поэтому измельчаем уголь, сушим пальчики и просим Аню Босину показать, как же этот процесс все-таки происходит. Так, у меня есть такая интересная штука под названием угольная палочка. Угольный карандаш. Итак, сейчас мы ее расстрабим и ей будем рисовать. Будем рисовать пальцами, но с помощью этой угольной палки. Итак, это рисуется вот тремя пальцами. И делаю вот такие вот плавные движения воды. Хотела сделать цветы, но передумала. Решила сделать морской пейзаж. Набираем. Набираем. И нарисуем неотъемлемую часть, а именно корабль. Уже одним пальцем. Иначе у нас будет чуть-чуть размыто. Возможно, корабль пиратов. Все, теперь корабль. Получилось хорошо. Три пальца. На самом деле, на чем рисовать и чем рисовать, решать исключительно вам и вашему вдохновению. Вот было у меня вдохновение, и получился такой замечательный чайник в смешанной технике. Поэтому, если вы тоже решили стать художником, я вам с удовольствием в этом помогу. С вами была Мария Нестерова, художник и любитель творческих экспериментов. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»